Доброе утро, ваши мои трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии во вторник, 16 апреля. Меня зовут Наконечный Александр, и сегодняшнюю торговую сессию с вами проведу я. Наш главный аналитик Артем Деев к нам вернется со следующей недели. Давайте мы с вами рассмотрим, какие наиболее важные события состоятся на финансовых рынках сегодня. В первую очередь следует отметить важную статистику сегодня из Европы, Германии и Евросоюза. Это индекс настроений из EU. Очень важный показатель, причем потому что он показывает настроение институциональных инвесторов на то, как они сейчас готовы инвестировать в экономику. Мы с вами знаем, что экономика Германии и Евросоюза сейчас находится не в самой своей лучшей форме. Это отлично демонстрирует нам с вами курс евро-доллара, который находится на отметке 1.06. Мы ожидаем, что позитивных новостей сегодня по этому событию не случится, и евро-доллар уйдет ниже отметки 1.06, с последующими целями 1.05. Индекс доллара на текущий момент времени торгуется на отметке 106. 106 выступает уже в роли уровня поддержки. Мы ожидаем, что цена продолжит свою восходящую динамику с дальнейшими целями 107. Из других важных событий на сегодня – это инфляция в Канаде. На текущий момент времени доллар, канадский доллар, торгуется на отметке 1.37.95. Это уже достаточно высокое значение, но так или иначе мы ожидаем, что цена будет и дальше расти. Мы ожидаем, что цена пробьет уровень 1.38, и наши новые цели по доллару, канадскому доллару – 1.38.50. Из других наиболее важных событий, которые состоятся на этой неделе – это долгожданный халвинг 20 апреля, который состоится по биткоину. Напомню, что халвинг – это увеличение вдвое сложности добычи криптовалюты. Учитывая, что биткоин у нас ограничен в своих количествах, после 20 числа его добыча станет еще сложнее в два раза. Мы видим сейчас, что курс биткоина находится в коррекционной динамике. Как правило, перед халвингом это случается достаточно часто, потому что цена и инвесторы заранее закладывают в рынок ожидаемое событие. Мы с вами видели, как биткоин достаточно сильно вырос. Но так или иначе мы ожидаем, что после халвинга, примерно через несколько недель, цена криптовалюты начнет заново расти и уже устремится к своим новым максимумам. Вам, трейдеры, желаю успешной торговли на текущей неделе. Всем удачи!